Самарская школа номер 67 За несколько дней ролик набрал несколько сотен комментариев. Пользователи сети были возмущены. Буря возмущений этот поступок вызвал и в школе. Педагоги кинулись разбираться в ситуации. Девятиклассницу на серьезный разговор вызвали на педсовет. По словам учителей, их ученица лила слезы в три ручья и уверяла, что видео вообще не ее. Что ролик она скачала в интернете, а потом присвоила. И все это забавы ради. Девочка, учащаяся в нашей школе 9 класса, по рассказам девочки, она поигралась. Она решила так, поиграться. Не нашла, где реальность. Не смогла найти границы реальности и виртуальности. В виртуальном мире примеряла на себя какую-то иную роль. Но дело в том, что это не наша школа. И этот ролик выложен в интернет. Ею она его скачала из интернета. Я не знаю откуда, с какого ресурса. Девочка хотела славы, правда не такое. Выдержать последствия своего поступка школьница оказалась не под силу. Сразу после инцидента она взяла больничный. Директору школьница призналась, что сильно кается и приносит тысячу извинений. Извиниться публично она вместе с мамой хотела и при помощи телевидения. Но в последний момент почему-то передумала. А то, что вы будете ходить интервью, собирать, это ваше право. Я знаю, что здесь никто про нее ничего плохого не скажет. Она очень культурно-общительная девочка. А как к старшим она относится? Хорошо. Всегда здоровается. Всегда. Умница, отличница, патриот и просто прилежная ученица. Так про школьницу, которая выложила видеоролик, говорят все. Не только соседи и знакомые, но и ее учителя. Более того, в школе девочка была одной из активных участниц патриотических мероприятий. Не так давно у нас прошел конкурс патриотической песни, вызовавший ажиотаж среди микрорайона, которые приходили и слушали эти песни. Выступали все детки с 1 по 11 класс. И Ксюша, кстати, тоже участвовала в этом мероприятии. Была лидером этого мероприятия, стояла в середине. Семья. Очень хороший ребенок воспитывался в семье, в которой заложены духовно-нравственные моральные традиции из поколения в поколение. Бабушка-дедушка, прабабушка и прадедушка, они были участниками военных действий. Бабушка-дети фронта. Школьный коллектив один голос уверяет, для них это не просто неожиданность, а настоящий шок. Они регулярно ведут уроки патриотического воспитания и отслеживают увлечения своих учеников, в том числе и в сети. Но в этот раз не углядели. Наверное, если обобщать, я думаю, что она не одна такая, ребенок, который теряется в виртуальном мире сейчас. К сожалению, это обще-социальная проблема. Мы со своей стороны приняли все меры, мы подали информацию о данном ребенке и ее противобравном нарушении в комиссию по делам несовершеннолетних. Дальше уже будут разбираться эти органы. Пока учреждения ведут дискуссии на тему того, на ком все-таки лежит ответственность сослучившейся, прокуратура ведет свое расследование. И для них ответ девочки, что видео не ее, прозвучал неубедительно. После того, как ролик пошел в массы, в школу пришла строгая проверка.